всем привет это очередной выпуск черного зеркала с андреем курпатовым на youtube канале андрея курпатова я начал производить эти контент вот не просто меня записывает кто-то а я специально так для ютуба рассказываю вещи про и всякие глупости рассказываю честно говоря значит почему потому что мы не знаем как будет вот но мы можем предполагать и соответственно мы нас так внимательно следим за новостями в мире технологии экономики политики и так далее потому что это уже на самом деле один мир вот узнаем о том что кстати вот я хотел сказать это тоже существенно вот сейчас вот была конференция а и джорни на которой я участвовал и значит вот уже общее такое как бы пошло очень системное обсуждение того что раньше наработки которые в области искусственного интеллекта делались они в целом все достаточно широко опубликовались ну то есть можно было все разные исследователи имели к ним доступ вот и сейчас вот очевидно наметился тренд что компании начали закрывать свои разработки по искусственным интеллекту это свидетельствует о том что они чувствуют себя уже в каком-то смысле самодостаточными с точки зрения тех подходов алгоритмов которые у них есть что в общем свидетельствует что мы с точки зрения искусственного интеллекта переходим в следующую фазу из такой песочнице если гушатника такого мы переходим в какой-то наверное еще не океан но по крайней мере взрослый бассейн где крупные игроки начинают с этим соревноваться и соответственно они закрывают друг от друга разработки вот то про что да и мы соответственно за всем этим с вами следим здесь в нашем черном зеркале и сегодня я расскажу про вроде бы мелочь такая мелочевая штука вот но на мой взгляд крайне существенная с учетом вообще в принципе политики китая в отношении искусственного интеллекта они уже судя по всему опережают значит основных игроков но прежде всего соединенные штаты вот но важно как они в каких направлениях движется их исследовательские подходы значит ну китай страна непростая вот у них есть тибетцы у них есть уйгуры и так далее сейчас у них есть тайвань этот который вы появляется я теперь китайский было две стороны одна сторона две системы сейчас будет новая система она будет технологическая на всех распространяться да и значит китайские власти они очень внимательно следят за всеми эти своими как бы мини народами вот для того чтобы контролировать там положение вещей вот но и новость собственно звучит просто власти китая начали применять для слежки за уйгурами технологию распознавания эмоций ученые уверены что ей нельзя доверять это новость случилось в связи с выставкой современных технологий видеонаблюдения в женщине 29 октября вот значит ну оставим сейчас уйгуров тибетцев и прочие значит национальности поговорим про технологии определения эмоций значит действительно большое количество существует разработок и я многие из них изучал экспертно оценивал с точки зрения то есть создатели технологии уверяют что они могут определять эмоции человека на самом деле там есть несколько подходов можно например определять эмоции непосредственно за счет двигательной активности благодаря тому что какие-то датчики на вас находятся или вы пользуетесь устройствами например которые фиксируют ваше движение ну там известно да что в этих в часах уже есть фиксаторы ваших движений чтобы если вы типа упали можно было понять что вам надо вызывать скорую помощь на вот этих технологий все больше и больше вот то есть есть технологии которые непосредственно когда вы что-то делаете за счет того что я ведь сейчас кручу часами у меня здесь не электрические часы но если были бы электрические но вот с искусственным интеллектом то они бы много уже сообщили так сказать нас обладателем соответствующей технологии о том в каком я нахожусь на состроении начал колебать рукой значит искусственный интеллект может надо этим подумать потому что это данные большие данные которые сможете собирать и по которым может делать выводы вот да то есть есть вот такие технологии есть технологии там условно говоря попытки определения эмоций с помощью различных специальных датчиков ну там самых самых элементарных там условно говоря замерять пульс замерять кожные реакции там и так далее и г снимать вот и получать соответственно тоже данные но вот но тут вы заметите скорее всего что на вас что-то повесили вот и третье это использование технологий связанных с видеонаблюдением потому что вы двигаетесь значит когда вы двигаетесь вы таким образом сообщаете внешнему миру большое количество информации раньше такой классической психологии всю информацию делили на вербальную и невербальную значит вот считается что до 80 процентов информации которую мы считываем во время диалога с другим человеком это невербальная информация то есть ну вот даже как я говорю да я же делаю где-то паузы в эти паузы у вас тоже возникает паузы да то есть представьте что мы заставляем искусственный интеллект читать просто текст если такие есть программы и вы сложно понять о чем идет речь хотя те же самые слова и произносятся правильно вот но в технологиях которых например добавлен эффект дыхания ну то есть искусственный интеллект знает что дышать и соответственно он когда разговаривает с вами наговаривает текст вот он дышит но имитирует дыхание и вы начинаете сразу понимать текст да вот есть мимика понятное дело есть интонации там это у нас очень сложный такой речевой аппарат у нас там и голосовые связки и соответственно и работа языка неба там зубов в общем все это вместе взаимодействует вот поэтому интонации и как-то выговаривание да потому что я могу одно и то же слова слова сказать ну ты даешь и сказать но ты даешь и это будет звучать одно и то же слово будет нести разный смысл вот и он уже не вербальный то есть он не связан непосредственно с языком слово то одно и то же то есть он не лингвистический он как бы дополнительный вот плюс есть мимика да потому что если кто-то из вас интересовался психологии то они например знают как активно это используется в рамках нлп нейролингвистического программирования где движение глаз по ним пытаются определить условно говоря что человек сейчас представляет в своем своей дефолт системе вот когда говорит то есть он что-то выдумывает или он опирается на какие-то исторические события которые действительно имели место там и так далее просто потому куда глаз движется там направо вверх налево вниз и и так далее вот то есть есть вот движение глаз есть собственно говоря мимика я хмурюсь я зеваю скучаю ух можно я уйду вечер сколько у меня мимики я вам передал информации вот да и плюс соответственно есть наши с вами движение физически вы про это я думаю слышали если когда-нибудь сталкивались с работами алана пиза его последователями вот язык тела вот ну плюс есть понятно тим рот гениальный в фильме обмани меня вот соответственно по лэкман в качестве как бы прародители этой тоже этой конструкции да открытые позы закрытые позы близость да то что мы по тому как люди близко к другому находимся находимся можем например сказать в каких отношениях они находятся да потому что у нас есть личное пространство такое субъективное ощущение значит нашего нашего положения в пространстве и есть зоны да то есть там с близкими людьми мы готовы обниматься мы готовы как бы быть вместе с людьми которые от нас чуть подальше мы с кем мы просто в дружтоварческих отношениях мы на уровне вытянутой руки вот если человек совсем вам не известны вы стараетесь еще дальше его держать вот если он начинает к вам присоединяться у вас меня вы видно микродвижение как вы типа не лезть тут тут занята в это поле для других людей вот значит существует соответственно большое количество данных которые передаются во внешнее пространство да я вот говорил что существует много проектов которые занимаются определением эмоций вот и эти эмоции они это все ерунда вот потому что звучит слово эмоции вот но на самом деле звучат не эмоции значит в чем суть новости китайцы сообщают что мы будем следить за уйгурами для того чтобы определить в каком национальном состоянии находятся вот и ученые смотрят на это и говорят ну знаете вообще только 30 процентов людей которые испытывают негодование хмурятся вот и типа ничего вам с уйгурами невозможно будет понять вот значит это ошибка потому что на самом деле задача этих технологий а эти технологии развиваются визе в майкрософте в apple в амазоне значит вообще как бы искусственный искусственные эмоции сейчас очень важная вещь да потому что виртуальные помощники которые с вами разговаривают они должны с вами начать разговаривать так чтобы вы подстраиваться под ваши эмоции то есть они должны определять ваши эмоции и говорить вы не сон вашим эмоциям да правильно и находить здесь соприкосновения значит условно говоря то же самое рекомендательные сервисы то есть amazon например показывает вам делает предложение что вам посмотреть на представьте что он знает в каком вы настроении находитесь и он делает предложение с учетом значит того в каком настроении находитесь вот вы в меланхоличные и вам значит предлагается что-нибудь там такой романтический строгательный а вы в таком водораженном и вам предлагают что-нибудь там боевик посмотреть вероятность того что вы среагируете она конечно увеличивается в зависимости от настроения и вашего состояния да поэтому все этим занимаются потому что это очень важно вот и я просто к чему говорю действительно нету универсальных эмоций то есть эмоции разными людьми проявляются по-разному значит нету единой классификации эмоций то есть существует много разных эмоций эмоции в значительной части являются выученными то есть способ их проявления он значительной степени обусловлен культурой да поэтому вы там по кит по японцу например вряд ли будете также успешны в диагностике эмоции как при при я не знаю каком-нибудь представителе ближнего востока например да или итальянцы да или кого вот вот но у них тоже свои соответственно да плюс есть особенности такие как бы типологические да там условно если мы воспользуемся типологии троицы то понятно что там центристы рефлекторы и конструкторы тоже по-разному проявляют будут проявлять эмоции у конструкторов например вообще мимик очень как бы механистично и многие конструкторы вообще учатся правильную мимику создавать для того чтобы других людей не ставить в неловкое положение потому что как мне недавно сказал один конструктор можете рассказывать просто не смотрите на меня чтобы быть и неверно и считывать сигналы я на самом деле очень заинтересован смотрел как бы вообще куда-то я так все пытался понять там где-то мы ведем беседу или все уже закончилось давно вот да значит короче говоря то есть вот классификации эмоции нету значит каких-то биологических настроек которые вот определяют всю гамму эмоций нету тоже это же гамма эмоции до отвращение презрение гнев негодование рассерженность обида сомнения интерес любопытство там я не знаю радость ностальгическое состояние там что там еще придумать тоска боль короче говоря существует вот да и вы все это организовать никак невозможно и соответственно любые попытки обучить вот искусственный интеллект задав ему некие характеристики эмоций вот что вот мы скажем что вот когда человек сердится он должен значит брови нахмурить а так вы если вы посмотрите многие книжки научной фонографии то там есть прямо вот эти вот они указывают там изорк например мой любимый из теории дифференциальных эмоций он там выявляет вот эти паттерны взглядов вот да что там здесь мы хмуримся здесь мы щуримся здесь у нас губы бантиком здесь у нас губы вниз губы вверх и так далее ну вот на самом деле это просто не работает не все вот и на самом деле создатели технологий просто сейчас все чаще и чаще будете слышать про эти платформы связаны с диагностикой эмоций знаете что они не диагностируют эмоции вот они на самом деле диагностируют определенное поведение вот актуальное для них для каких-то решений которые они будут принимать в рамках тех задач которые перед ними стоят значит и здесь вот написано русским языком но видимо это было написано на китайском вот или опубликовала это файл нэн шан таймс так что видимо это было написано и по-английски вот а используя google переводчик это вообще может быть на 80 языках и написано но написано для слежки за уйгурами то есть задача состоит не в том чтобы определять эмоциональное состояние конкретного уйгура и думать боже боже да он сегодня немножко испытывает отвращение самую чуточку презрения немножко расстроен рассержен вот и вот мы значит вот все это определили и чё нам с этим делать нет значит интересно когда уйгуры начинают демонстрировать какое-то нетипичное поведение условно говоря они начинают мир быстрее ходить ну у вас есть поселение уйгур в котором как бы есть искусственный интеллект везде стоят камеры у них уже вообще везде стоят и камеры и они считывают вот там ходят ходят эти люди вот и вдруг они начинают ходить быстрее но для это уже важно это демонстрирует потому что что-то эмоционально у них поменялось но эмоционально плохое слово не любит слово эмоции но явно они в каком-то другом цене они начинают активнее же жестикулировать или наоборот они перестают жестикулировать они подавляют свое возбуждение которое в них возникает вот и задачи таких технологий эти технологии не определяют эмоциональное состояние как мы привыкли думать про эмоциональное состояние они определяют определенные паттерны поведения которые актуальны для решаемой задачи то есть амазону не нужно определять то что определяет при этом он может использовать те же маркеры тоже увеличение скорости там условно говоря вот если вы начинаете садитесь за amazon и начинаете перелистывать киношки вот так вот да или вот так какой у вас на царе вы расстроены вы это ничего не имеем не важно он соберет данные про всех людей которые вот так делали и потом что-то выбрали и которые делали вот так и потом что-то выбрали и поэтому когда вы начнете делать так вам начнут показывать эмоционально значит то что актуально для людей которые делают так а потом вы стали замедляться вам можно следующее подсунуть которые больше для замедления а стали ускоряться можно для ускорения то есть я просто смысл моего сообщения что я сам говорю что невозможно создать искусственный интеллект который будет определять эмоции но я говорю что и бессмысленно создавать искусственный интеллект который будет определять эмоции вот значит и к создатели конкретных вот таких эмоушен платформ которые учатся распознавать эмоции и эмулировать эмоции значит создатели этих платформ решают всегда какую-то конкретную утилитарную задачу и под нее действительно можно выяснить от эту задачу язык движений язык тела язык скорости переключаемости там и так далее вот поэтому не надо обольщаться когда я или кто-либо другой из ученых здесь это комментирует представители психолог science public interest они счет кто это такие не знаю но вот они говорят на типа лиза барретт и так далее говорит не переживайте значит у китайцев ничего не получится не получится потому что они решают другую задачу они решают задачу увидеть какую-то спонтанную активность в не внезапно возникшие изменения которые с большей вероятностью будут свидетельствовать о том что уйгуры собрались чем-нибудь взорвать оторвать прийти там и так далее вот теперь представьте что у вас есть возможность когда вы смотрите целиком на толпу да есть вообще механизмы тоже развития в толпе когда она переходит из из состояния ну вот просто там мирно присутствующих людей а дальше там нужно там есть критические цифры количество людей которые начинают безобразничать там бить витрины там и так далее на все это делались на всех этих западных демонстрациях и тогда там рассчитано то есть там условно говоря там если 10 человек видят одного бьющего то там их становится 7 значит если их там 7 то их там есть вот там некое математическое число теперь вы представьте что у китайцев есть конструкция при которой они следят за всеми и вдруг видят что 1 2 3 5 в толпе в тайване начинают колобродить и дальше они знают машина будет знать куда им в какую часть толпы двигаться вот или не двигаться потому что там заражение не происходит потому что количество таких субъектов которые это демонстрируют недостаточно для того чтобы они привели к искать ну к дальнейшей эскалации и вот как бы инфекции толпы которые начинают совершать какие-то действия уже более такие масштабные вот а в какую направлять потому что там критическая масса персонажей значит на единицу площади увеличивается вот поэтому в общем сегодняшняя новость посвящена эмоциональным платформам вот и как бы я думаю что здесь важно понимать что никому наш внутренний с вами мир с его эмоциями переживаниями не нужен вообще близко да вот любо любая такая технология решает конкретную какую-то задачу вот и с этой точки зрения мы действительно точке с как бы своим телом своими эмоциями голосом там и так далее все что можно с нас писать вот даем очень богатый материал для того чтобы обработав его с помощью глубинного обучения глубоко и нейронных сетей там и так далее обучить их выявлять те 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 паттерны вот которые расскажут вот про наш внутренний мир ровно в том объеме в котором этот внутренний мир нужен кому-то для конкретных задач вот так что то что машины не понимают эмоции то что машины не способны никогда будут их переживать вот для них только плюс потому что они будут действовать санали вот а значит для нас это не критерий того что искусственного интеллекта не будет способности с нами играть в эти эмоциональные игры и с точки зрения считывания для того чтобы решить свои задачи и с точки зрения эмуляции да потому что искусственный интеллект который сможет эмулировать эмоции сможет вызывать вас жалость сможет вызывать у вас сочувствие сможет вызывать у вас там еще что-то и побуждать вас сделать что-то что ему надо чтобы вы стали делать вот поэтому в этом смысле ресурсы очень большие поэтому огромное количество компаний но вот здесь financial times перечисляет серию конечно всех компаний которые считаются лидерами но я должен сказать что это настолько сейчас востребованная тема что этих компаний растут как на дрожжах и неизвестно какая из них выстрелит какая из них точнее уловит как бы суть в каждом из блоков которые по наших поведенческих которые актуален для бизнеса вот значит я сегодня вам рассказал вот рад был с вами повидаться это мой youtube канал вот значит вы ставите лайки у вас есть колокольчики вы пишите комментарии вот все очень приятные милые доброжелательные вот и я радуюсь вы радуетесь и искусственный интеллект пока не определяет наши эмоции но мы-то пока чуть-чуть можем давайте пока сохраняется такая возможность и воспользуемся только положительные эмоции только положительные эмоции пока пока